Мобилизованные работники и добровольцы «Газпромдобыча Ямбург» за службу в зоне специальной военной операции награждены благодарственными письмами и медалями за разминирование, за боевые отличия, за укрепление боевого содружества, за воинскую доблесть, за храбрость, за отвагу. Компания всегда с ними на связи и в личном общении, когда ребята в отпуске, обсуждают то, что уже сделано и то, чем еще мы отсюда можем помочь. На протяжении двух лет, как действует мобилизация, общество никогда в стороне не оставляло что на начальном этапе нам очень сильно помогали, даже если о чем-то попросил, о какой-то мелочи. Это и социально-бытовые вопросы, и поддержка семей, и, если нужно, лечение. Администрация, профсоюз, целые подразделения отправляют на СВО автомобили, продукты длительного хранения и вещи личного пользования. Благотворительность, помощь, она из души же идет, не извне, ты ее не привьешь, и поэтому, когда у человека появляется такая потребность помочь, он очень быстро находит эту возможность. В Ямбурге, например, по вечерам плетут маскировочные сети. Люди сами решили создать группу, нашли место, заказали материал, подготовили его, и работа пошла. Вот так протягивается, пожалуйста, вот у нас лента, да, с ростиками, уже удобно завязывать. Ремонтный участок и на ГП нам сделали. Вот так вот мы ленточку скрутили, шпуречку завязали. Пожалуйста, нам материал, удобный материал, да, для работы. Несколько часов в день они посвящают этому делу. Его важность очевидна, ведь там их коллеги, родственники, друзьям. Новеньких здесь быстро обучают и плести, и разбираться в схемах. Они зависят от сезона, рода войск, рельефа, местности, погодных условий. Чтобы не быть в стороне от общей инициативы, работники приезжают даже с промыслов. Сергей Пахомов с тройки помнит о воевавшем дедушке и давно поддерживает наших на фронте. Нет того человека, кого бы не тронула война. И из поколения в поколение это все передается. И я своим детям все это рассказываю. И надеюсь, мои дети будут это все рассказывать. В группе «Энергия добра» два месяца. В ней много участников большой корпоративной группы «Зов». И с каждым днем про мастерскую по плетению узнают… Активно подписываются. Вахты меняются. И мы ждем новых людей. Нам нужны руки. И также нужна, как всегда, для закупки материала финансовая помощь. Как помочь финансово? Заходите на портал, вкладка «Помощь рядом», выбираете удобный способ по реквизитам, QR-код или пишете заявление в бухгалтерию об удержании средств. Наличные можно занести в ССО и СМИ. Это целевой адресный перевод нашим коллегам. Работники помогают работникам. Свои – своим. Спасибо вам за помощь. Вы облегчаете нам работу. Победа будет за нами. Победа будет за нами. Для нас, северян, холода уже наступили. И на юге зима близко. Поэтому пусть работники «Газпромдобычи Ямбург» в зоне СВО чувствуют, что и наша помощь близко. Константин Портных, Дмитрий Шолохов, Неля Хайрудинова, Денис Ковардаков. Новый Рингой и Ямбург. Ямбургская нефтекозаконденсатное месторождение. Здесь, в недрах земли, берет начало энергетический поток. Ему суждено стать светом, теплом и другими благами, без которых сложно представить нашу жизнь. Но чтобы добыть газ, подготовить его к транспорту и подать в магистраль, тоже требуется немало энергии, в том числе электрической. Я электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Еще в школьные годы на уроках физики тема энергетики была мне очень близка. Но в то время мои познания по профессии электромонтера ограничивались лишь замены розетки до лампочки. А на практике все оказалось куда интереснее и ответственнее. Как вы думаете, с работой каких армейских специалистов сравнивают наш труд? А ответ скажу в конце. Наша служба занимается ремонтом и обслуживанием всего электрооборудования газового промысла, начиная от низковольтного аварийного освещения, заканчивая обслуживанием трансформаторных подстанций и распредустройствами 6000 вольт. Только электродвительные наши установки, комплексы и подготовки газа более полутора тысяч штук. Будни электромонтера проходят стандартно. Обходы, контроль режима работы, электрооборудование, электроустановок, плановые ремонты. Но бывают ситуации, когда выявить устроительные палатки нужно оперативно. Здесь пригодятся хорошее логическое и пространственное мышление, а также умение быстро принимать обдуманные решения. Кроме стандартного набора контрольно-измерительных и индикаторных приборов, на службе у электромонтера почти все органы чувств. Например, неисправности электросети или работы электродвигателя можно определить на слух. И рука должна быть твердая, ведь ты всегда должен быть уверен в своих действиях. В наших рядах есть поговорка «Не знаешь закон Ома – сиди дома». В начале я вас спрашивал, с работой каких армейских специалистов нас сравнивают? Правильный ответ – саперы. Ведь электромонтер, как сапер, на ошибку права не имеет. Стаж работы пока небольшой, но, думаю, с направлением деятельности я не ошибся. Мне нравится моя работа. Удовлетворение приносит и осознание важности профессии электромонтера в любой отрасли. А это, на мой взгляд, главный индикатор при выборе дела жизни. Расскажите про обустройство ямбургского месторождения. При строительстве 5-го года у меня началось нахождение, как бы сказать, ямбургское месторождение. Вот иногда вот приезжаешь на работу, мороз, 30-40 градусов мороза, подъехал к кусту, дизелисты вышли, станции запустили, завели. Сварщики, сцаря, прошли стыки готовить. Они вот там в течение часа наготовили стыки. Мы выходим, сварщик уже, они стык накрыли палаткой, нагрели. Стык варится, где-то вот 325 труба, там стенка 25, где-то около часа варится. Мороз до такой степени, 40 градусов, 50, у тебя слезы текут, сопли текут, тебя ноги замерзают, шевелить нельзя, потому что стык заварить, там под просветкой, такая ответственность. Вот в течение часа заварил, раз, побежал домой, тепляк, залетаешь, там, сцаря, тебя уже кофе там приготовили, сахар сладко выпил, отдышался. Вот бывало, за смену, вот 5 стыков варят, и за каждой стыка пьешь по кружку хорошего кофе. Она уже потом вошла, это уже привычка, после смены, домой приходишь, весь грязный, и зубы черные-черные, это кофе. До такой степени. И даже вот, когда вышел на пенсию, по привычке, вот, постоянно, как бы, пьешь, врачи сказали, все, прекрати. Помните, как в Ямбург суперблоки доставляли? Вот зимой их тащили, это большой труд был, это вот такой, нигде в мире такой не было сделано. Краткие сроки было, считаю, было построено, цеха приходили, вот, на больших тракторах, Катарпильнер, КамАЦУ на сваях, затащили его, поставили, подтянули, и начинаешь монтировать. Смотришь, через месяца 2-3, оно уже ГП готово, запустили и заработало. Я помню, что ГП строили, там большой плакат висел, финансирование на это ГП окупится через полгода работы. Ямбург 85-го. Какой он? Мы жили на двойке, городок у нас там был, туалет на улице, холод, проветриваемый, и все вокруг болото, столовая, не совсем, конечно, петловые условия. То, что было плохое, оно как-то все остается в стороне. Зачем она плохое вспоминает? Я стараюсь только вспоминать то, что хорошее, что было у меня. Мы были молодые, здоровые, красивые, работали, струдились. У нас партия сказала, надо строить. Мы строили. Вот такая была девизна. Ребята, надо это делать? Надо. Мы и делали. Несмотря на холод, там жара, мошка. Что скрашивало трудовые будни? У меня повезло, у нас был очень хороший коллектив. Люди были и с Украины, и с России, и с Киргизии, и с Казахстана. Мы как-то жили вот так дружно. Ямбарк, тогда был поселок закрытый, был пропускной системой, шужих не пускали. Двери все открыты, никто не закрывался. Вот и приносил свои зарплаты, бросил тумбочек, лежит, никто не трогает. Вот 40-50 градусов мороза, там ветер такой. Нет такого, что давай переждем мороза, потом выйдем. Каждый друг друга, знаешь, полусловно. Даже говорить ничего не надо. Одно движение, Глазово сказал, показал, он уже знает, что у меня не надо. Слаженный коллектив, это очень много чего значит. Каким запомнился Ямбург? Кажется, вот там выйдешь на пенсию, туда-сюда, как бы это... Нет, одна самая интересная жизнь, вот со временем лет, это было дохождение в Ямбург, когда мы работали, когда трудились. Меня всегда нравилась своя работа. Я вот даже вот сейчас вот вспоминаю тех лет, я утром просыпался, я вот счастливый, что иду на работу. То есть у меня моя любимая эта работа. Сварщика, технолога нравилось, потому что я знал, что не каждый, некоторые работы, кроме меня, никто... Мне казалось, что не сделать лучше, чем я. Какой период работы в компании для вас самый яркий? Период, когда Маргул был, я жизнь больше не встречал, который думал о людях. Вот я вспоминаю, вот когда мы работали, вот когда в 90-х годах, он же сделал профилакторию. Люди с работой, какие-то болезнями могли после работы выйти, какие-то лечения. Вы чувствуете поддержку компании? Мы отдавали всю свою энергию, свою молодость и, может, даже здоровье вот к этой работе. И я думаю, что Ямбург тоже нам полная отдача, она как бы не забывает о нас, я им благодарен. Ямбург вот как бы заботится о нас, вот санаторий это большое дело, неплохой пенсии, конечно. Что бы вы пожелали родному предприятию? Успехов, успехов, конечно. И поддержите друг друга. Удачи, удачи, удачи. Здоровья. Новое месторождение открывать. В копилку приятных событий к юбилею «Газпромдобыча Ямбург» добавилось открытие детской многофункциональной площадки. Появилась она во дворе на улице Таежная, 29А, где проживают более 400 работников, многие из которых с детьми. Просьбу создать место для прогулок и отдыха поддержало руководство общества. За счет первичной профсоюзной организации закупили игровое оборудование. Новый объект лично оценил генеральный директор компании Сергей Шалимов. Площадка разделена на два пространства. С одной стороны общежития расположены качели и песочный городок, с другой – тренажеры и игровая зона для командных видов спорта. В последнее время семей становится все больше, больше детей. Здесь была маленькая площадка, и это только для малышей. А теперь спортивные игры там, здесь более младшего возраста дети могут спокойно поиграть, и никто друг другу мешать не будет. Молодежь с радостью опробовала новый двор. Детское веселье заглушало праздничную музыку. Коллег и гостей согревало осеннее солнце и горячий чай с вкусняшками. Угостилась которыми и Юлия Надрага. Новый рюнгой специально для ЯТВ. Двери Ямбургского зала «Киокушин карате» открыты для всех. Регулярно на татаме встречаются не только любители боевых искусств. Вот уже год здесь проходят занятия по здравительной системе Виктора Силуэнова и Затон. Ну я это называю для себя группой здоровья, потому что немножко уже в возрасте, слегка. И захотелось, потому что работа сидячая больше, там все такое стресс, нервы немножко. И надо себя разгружать, как говорится, физическими нагрузками. Я так считаю. Пока хожу, то это занятие мне нравится. С детства занимаюсь спортом, я без этого уже не могу. Это образ жизни, что здесь, что на земле. В эту вахту решил проходить на «Изотон» и на «Киокушин». Изначально силовые изотонические или статодинамические тренировки стали частью занятий по «Киокушин карате». Видя результат, руководитель секции «Мастер спорта» Андрей Дунов решил, что эта методика может быть полезна не только соратникам по спорту, но и коллегам по работе. Укрепление здоровья, профилактика мелкого травматизма ввиду растяжений, защемлений. Особенно для меня это важно ввиду активной рабочей трудовой функции. Потому что работа связана с силой, координацией, ловкостью и вниманием. И в принципе, все, что я хотел найти в «Изотоне», я нашел. После систематичных занятий, после трех месяцев улучшилось состояние. Зажили, так сказать, старые болячки, перестала болеть поясница без преувеличения. Увеличилась работоспособность. Также улучшился сон. Ощущения от занятий отличные. И необычные, что ли, так скажем, было на первый раз. А сейчас вот уже как бы вник, когда привык, уже кажется, что самочувствие улучшается, как будто настроение, бодрость духа поднимается. Ну и охота снова-снова приходить. В отсутствие сенсея на вахте секцию ведут его опытные воспитанники. Регулярность напрямую влияет на эффективность. И хотя упражнения простые, их можно выполнять как в зале, так и дома, групповые занятия дисциплинируют. Кроме того, вместе веселее. Андрей Донов постоянно привносит что-то новое. Несколько последних тренировок ребята осваивают элементы фитнес-направления Animal Flow. Тренировочный процесс, он не должен быть однобоким. Понятно, что все пришли за здоровьем, но если брать вот саму статодинамику, на мой взгляд, она немножко пресновата в плане своего психоэмоционального восприятия. И чтобы каким-то образом задать какую-то динамическую составляющую тренировочного процесса, я включаю различные элементы. И это стрейчинговые, и кардионагрузки, и функциональные. То есть каждая тренировка, она имеет свой определенный оттенок. Один из плюсов оздоровительной системы Изотон – начать заниматься по ней никогда не поздно. Было бы желание. Главный результат – это стабильность групп. То есть люди приходят, остаются и занимаются. У многих все-таки просыпается желание в первую очередь изменить качество своей жизни. Нелли Хайрудинова, Денис Курдаков, Ямбург.